Педагог 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 После того, как мы выучили ноты, и мы знаем, где какая нота пишется, на какой линейке, а я предлагаю так. Либо выучить, если более учащийся разносторонний, то выучить сразу два ключа. А пианисты играют только в двух ключах. Это басовый ключ и скрипичный ключ. Альтовый и теноровый ключ, он нужен для скрипачей, для виолончелистов. Он как бы так нам не в надобности. Но для себя можно, конечно, знать и эти ключи. И поэтому, если мы скрипичный ключ выучиваем, и в скрипичном ключе и начинаем играть. И разбор произведения именно в скрипичном ключе. Ну, дальше потом усложняем, и в басовом ключе стараемся ориентироваться и находить ноты басового ключа. И вот длительность. И за единицу измерения времени вообще любого размера, длительность основная – это четверть. Четверть, которая считается раз и. Мы от неё отталкиваемся. То есть от четверти у нас идёт вообще отчёт. И за единицу измерения времени не обязательно может быть четверть. Может быть любая другая нота. Но она уже будет сложнее. Поэтому мы в основном считаем четвертями. Теперь непосредственно я подвела к такой теме, как вот размер такта. Что такое размер музыки? Потому что каждый такт в музыке имеет свой размер. Когда композитор пишет музыку, у него не должно от размера отходить его музыка написанная. Размер – это обычный размер, как вот размер, обыденный размер. Такий размер и есть в музыке. Если, может быть, я вам покажу в нотах, размер такта пишется в начале, в начале такта всегда. Ну вот возьмём любую немножечко более, когда двумя руками. Вот у нас, например, смотрите. Вот при ключе обязательно пишется размер такта. Мы деткам так объясняем. Первая цифра верхняя означает количество, а нижнее качество, то есть количество четыре нижней четвертных ноты должно жить в этой квартирке. Соответствует раз и два, и три, и четыре. Соответствует. Значит, размеру такта соответствует вот этот размер, который написан изначально. Следующий такт – половинка. Сейчас мы поговорим дальше, как дробятся ноты. В половинку входит две четверти. Также. И считается, тоже соответствует размеру. Раз и два, и считается половинка. Следующая половинка – три и четыре. Это самые такие простые размеры, на которых мы обучаем изначально детей. Ну, а сложные размеры уже потом в процессе, когда ребёнок постепенно, когда играет, и набирается опыта во время игры. Итак, четыре четверти, верхняя дробь, означает количество нот, нижнее качество. Это написано четыре четвертные ноты. Например, здесь, где мы ещё можем показать, тут везде четыре четверти. Вот две четверти. Здесь, значит, надо считать до двух. Здесь такти должно жить две четверти. Может три четверти жить в одном такте. Ну, это понятно. Теперь насчёт ритма. Насчёт длительности. Самая большая нота считается, ну, как мы, есть, конечно, и длиннее ноты, но самая длинная нота, мы уже определили её, что это целая нота. Целая нота. Представьте себе белый чистый лист бумаги. Вот этот белый чистый лист бумаги – это и есть целая нота, которую вы, например, вот мы её порежем пополам, порежем пополам, и что мы получаем? Мы получаем две половинки этих бумаг, этого листика. Одна половинка. Значит, целая нота считается раз и два и три и четыре. Туда входят как раз вот эти вот единицы измерения, четыре четвертные ноты. Если порубить и порезать этот белый лист бумаги на четыре части, мы как раз и получаем четыре четвертинки. Это так же, как и в математике. Поделите любой кусочек бумажки на четыре части. Как называется то, что получили вы четвёртую часть? Она и есть четвертинка. Это и есть четвертная наша нота, которая считается раз и. И вот в одной целой ноте у нас четыре четвертные ноты. Две половинки, то есть если мы пополам поделили, до четырёх считаем. Вот берём ноту. Раз и два и три и четыре и. Всё, сняли. Это целая нота. Продолжительность этой ноты до четырёх. Мы говорим, эта нота длинная. Вот мы просто на ней стоим и всё, стоим. Теперь мы поделили пополам эту половинную нотку на две половинки и сыграли отдельно каждую половинку. Раз и два и. И следующая половинка. Три и четыре и. Вот они, две половинки. Они короче? Да, они уже короче. Теперь половинки мы поделим ещё пополам. Получаем четвертные ноты. Четыре. Раз и два и. Три и. Четыре и. Четыре четвертные. Это уже шаг у нас. Шагом мы пошли. Дальше. Четвертинки тоже делятся пополам. И всё можно делить бесконечно пополам и получать самую быструю ноту. Восьмушки получается. То есть вот опять, если вы этот лист бумаги зрительно представите и поделите ещё вот эти четвертинки пополам, то получаем мы восемь, порвали их на восемь кусочков и получили восемь восьмушек с этой белого листа бумаги. И вот они уже у нас как будто бы подросток идёт. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. Восьмушку тоже можно поделить ещё пополам. Получается шестнадцать. Если мы порежем опять эти листочки, то мы получаем шестнадцать кусочков. И уже ещё быстрее ритм. Теперь смотрите. Если четверть у нас раз и считается одна четвертью, то восьмушки одна считается раз, а вторая будет уже и. Теперь если мы их раздробили ещё на шестнадцатом, на одну раз мы считаем две ноты. Раз. Вторая и. Три и. Четыре. И вот что получается с шестнадцатыми. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. Есть ещё быстрее нота. Тридцать вторая. Но изначально мы, конечно, её не изучаем, но всё равно для себя нужно знать. Это когда на один раз четыре ноты, на и ещё четыре ноты. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. Вот так вот у нас происходит дробление длительности, которое обязательно нужно изучить. Теперь размер такта. Вот я сказала обязательно. Вот прежде чем приступать к игре на фортепиано, эти моменты, если мы не знаем, то, конечно, мы не научимся играть. Первое. Это ноты. Я просто итог делаю. Первое. Это нужно обязательно знание нот. Второе. Как они, эти ноты, считаются. Третье. Обязательно нужно знать размеры такта и как считать. В каких долях считать. Четыре четверти, три четверти, две четверти, а может и пять четверти, а может и семь четверти. Бывают не квадратные размеры. Например, казахская музыка, кюевая, она вся постоянно меняется. Смешанные ритмы называются. Это размер. И еще нужно учить, потому что музыка пишется не всегда в одной тональности до мажор. Ладов и тональности, как известно, у нас 24 минорных и 24 мажорных. У нас есть такое понятие, как знаки альтерации. Что такое знаки альтерации? Это знак повышения или понижения звука. Ступеней у нас, как известно, нот всего семь. Вот в природе семь цветов радуги, семь цветов нот. Ой, семь нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Другого названия никто не придумал. Но у нас еще есть. Знаки повышения или понижения этих нот, они называются знаки альтерации, они расположены вот на черных клавишах. Черные клавиши. То есть, получается, если прибавить семь звуков, плюс еще пять повышений или понижений, звуков получается, по сути, 12. Названий только. Но вот эти черные клавиши несут то же название, что и белые клавиши. Только с повышением. И здесь надо уже в частном порядке объяснить. Если вправо, вправо мы идем, до, то повышение для нот до диез, это уже повышение для до, это будет до диез. Но для нот ре, эта же нота, абсолютно этот же звук, он будет понижением, он уже будет бемолем. Он уже будет бемолем. Дальше, ре, ре диез ми, это тоже обязательно надо выучить, потому что не всегда произведение, вот при ключе, еще кроме того, что размер ставится, обязательно ставится знак. То есть, если композитор хочет, чтобы он постоянно, чтобы вот этот знак альтерации учитывался во время игры, и это зависит еще от тональности, в данном случае тональность соль-мажор, а в соль-мажоре у нас, как известно, знак фа-диез при ключе. Вот он при ключе учитывается. Где мы встречаем ноту фа, мы играем не белую ноту фа, а именно повышенную фа-диез мы играем. Также здесь, например, бемоль стоит, бемоль ноты си, третьей ноты си, бемоль. Значит, мы когда встречаем ноту си в произведении, мы играем не си и си бемоль. Это тоже четвертое, то, что нужно обязательно учитывать во время чечения с листа. И пятое, что обязательно, я считаю из своего опыта, что нужно обязательно сразу же учить ребенка аппликаторию. Аппликатор – это наши пальчики. Вот у нас пять пальчиков. Вот это у нас, как и в жизни, первый пальчик – это большой пальчик, второй пальчик, третий, четвертый, пятый – это мизинчик. Здесь тоже первый, второй, третий, четвертый, пятый. Именно эти же в нотах пальцы чаще расставляются. Если они не расставлены редактором, то желательно или педагогам, или совместно с учеником продумать эти пальцы и расставить правильные пальцы в нотах. И именно этими правильными пальцами играть. Это тоже немаловажно. Почему? Когда он играет музыку, он не будет играть шиворот на выворот, выворачивать руки, и это правильно формирует его руку. А формировать руку правильно лучше сразу, чем потом это все героически переучивать. И заставлять ученика терпением, терпением, чтобы он, кроме ноты, обязательно видел, каким пальцем же нужно играть эту ноту. Вот здесь вот пальчики у нас стоят. Если пальчики не стоят, ребенку объяснить. Вот четвертый стоит, последний, первый. Если ноты подряд, то и пальчики играются подряд. Если мы играем через ноту, то мы играем через палец. Все очень предельно просто. Вообще на фортепиано играть, честно говоря, просто. Главное изучить вот эти самые основные запутные. И приступайте. Любую музыку с интернета, хоть откуда скачаете, вы любую сыграете, вы просто будете, можно сказать, довольны собой, что вы умеете, что-то изображаете. Главное проявить какое-то терпение. Проявить терпение, но начинать вот на классическом вот этом репертуаре, и на хрестоматиях, которые, слава богу, очень много изданы, и желательно вот на них учиться играть. Дальше, когда мы все эти пять аспектов учли, потом уже начинаем непосредственно читку с листа. У меня учатся взрослые уже студенты, довольно взрослые парни, довольно взрослые девочки. И здесь я стараюсь применять ускоренную читку с листа. Не такую, когда вижу ноту, играю ноту. А именно мы стараемся группировать. Я всегда применяю групповую читку с листа. Например, вот у нас... А кто у нас умный? Песенка, да? Я ему говорю, назовите, пожалуйста, ноты. Вот хотя бы четыре. Он называет, и он сразу играет мелодию. Это же интереснее играть просто одну... Сразу мелодию, чем по одной ноте. По одной ноте это статично, неинтересно, интерес теряется. А тут даже по шесть можно. Всё, он назвал эти ноты и тут же сыграл. То есть читка с листа приближается к группу с показу срок. Потому что, когда мы показываем срок, это тоже один из методов работы, и, в принципе, неплохо, который тоже идёт как на ускоренное развитие ученика, и никому не приходит в голову по одной ноте учить. Мы сразу говорим мотивчик. Мы спели мотивчик ребёнку, сыграли ему мотивчик, он запомнил и сыграл. Точно так же по мотивчикам лучше читать тоже ноты с листа. Это будет и... Ну, это будет интереснее, продвижение будет гораздо быстрее вперёд. Ну, и при этом обязательно указать ему, чтобы палец был верный, чтобы пальцы были верные, чтобы учитывались и знаки альтерации, но, естественно, счёт. А как без счёта? Ни одну ноту нельзя играть вообще без счёта. Особенно в начале, когда мы громким счётом играем. А ритмов у нас очень много, особенно сейчас. Они очень любят любую сыграть. Попробуйте, например, без самому муча. Субтитры создавал DimaTorzok Вы заобратили внимание, какой ритм? Там, та-там, там, там, та-там, там. А как это ж всё надо просчитать? А сразу это не придёт. Ну, если ж только на слух кто-то, но на самом деле не будет это грамотно, потому что он её не просчитал и не понял. Просто на слух сыграл, и всё. Также очень много сейчас такой музыки, джазовая музыка. Там какая-нибудь... А, как это? Свинк сыграть. Ну и дальше. Это как бы первый этап. Ноты, это, понятно, значит, это размер ноты, это длительность ноты. Это и пальцы, и знаки альтерации, которые сразу в комплексе пять штук. Это же надо какая-то концентрация внимания, исполнительская воля, чтобы это всё одновременно учитывать. Поэтому обычно пианисты, они очень интеллектуально развитые. Потому что голова работает на пять фронтов сразу одновременно. То есть надо всё учитывать. И это, чтобы не сильно перегружать, уже потом, мы уже чуть позже, мы уже чуть позже начинаем обучать штрихам. Потому что что такое штрихи? Это как играть звук. Например, есть штрих стакката, есть штрих легата, есть ещё динамика. Динамика – это эмоция. А какая музыка может быть без эмоций? Безэмоционально играть мы тоже не можем. Поэтому мы тоже к этому приучаем, чтобы само исполнение всегда было характерное, яркое, интересное. И когда разбираем, в общем-то, ноты, мы учитываем все вот эти пять аспектов, но ещё при этом уже на более высокой ступени мы уже начинаем следить и за штрихами, и за динамикой. До свидания. Сегодняшний урок начального обучения закончился. Встретимся на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова